Приветствую вас! Начать мне бы хотелось свой ответ с того, что вы не задаёте свой вопрос. То есть нет никакого запроса, нет никакого вопроса, нет никакой просьбы, нет никакого ориентира, что бы вы хотели, что бы вам, например, было бы интересно, что бы вы, чего вы ожидаете от психологов. Вот, то есть здесь абсолютно ничего. Пустота и такая полная, эм, такая, эм, свобода, да, она на самом деле далеко не всегда идёт на пользу, вот, потому что для вас это возможность остаться в своей зоне комфорта, вот, в которой вы, возможно, сейчас находитесь, вот. И мне кажется, что в этом, в принципе, одна из базовых вообще проблем, ну, ваших, да, одна из базовых проблем. Вот, потому что нужно, 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 нужно всё-таки формировать свой запрос, что вы хотите от психологов, для чего вы обращаетесь, эм, чего вы ждёте, эм, вот. Вот это, конечно, всё очень важные аспекты, безусловно, вот, и с ними нужно работать. Это первое. Значит, сформируйте запрос и по этим запросам, уже по вашему запросу можно вместе, э, в принципе, поискать, э, запрос, если вам, э, тяжело, э, его найти, вот, то можно вместе его поискать, э, вот. Но, тем не менее, тем не менее, ага, запрос, э, это очень важный элемент, э, это очень важный элемент, э, любой, любой работы, и, собственно, психологическая работа здесь исключением не является. А, дальше, дальше, значит, э, вы переживаете шок, вы переживаете шок, э, шок, скорее всего, достаточно серьёзный, э, шок, скорее всего, достаточно сильный, вот, вполне возможно, что, э, своего отца вы ещё до конца не отпустили, вот, вполне возможно, что вы ещё не приняли того факта, что его больше нет. Вот, вот, с этим, кстати, э, э, можно, можно помочь, э, вам, ну, чтобы отпустить от отца, э, вот. Если, если вы, э, хотите, э, конечно, э, вот, но, э, в сочетании, да, э, в сочетании, то есть, вот, то есть, вот, то есть вы, вероятно, были близки с бабой, вот, э, и его неожиданная, ранняя, ранняя и очень, э, шокирующая смерть, его уход, ну, вот, э, значит, плюс, плюс ваша, э, потребность в нём, э, сыграл здесь такую роль, что вы, э, значит, вот, настолько, э, э, сильно хотите, э, его выбрать, настолько сильно вы мне нуждаете, потому что, поскольку вы, э, уже, э, взрослый человек, да, э, э, то, вот, у вас, и возникло такое ощущение, ваше, то есть, с праздного в этом, э, ничего нет, э, ну, сейчас, э, с пастыдного в этом тоже ничего нет, вы пребываете в щёки, в, абсолютно растерянных, растрёпанных э, 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 эмоциях, вот, и, я думаю, что, э, Не стоит себя винить, не стоит себя стыдить за то, что произошло. Вот. Лучше постарайтесь своего папу отпустить. Вот. Ну, в этом еще раз повторю. В этом можно вам помочь, да, тут можно помочь вам его отпустить. Вот. Вашего отца. И я уверен, что со временем, ну, может быть, при наличии, при наличии помощи психологической, вот, я думаю, что вы справитесь с проблемой своей, ну, с утратой. Вот. И все у вас будет хорошо. Вот. Другое дело, что если у вас при жизни отца возникали такие вот желания, да, то, ну, так скажем так, не детского характера возникали желания. Если при его жизни вы это замечали, вот, ну, тогда, тогда да, да, конечно, стоит подробно рассмотреть. Ваша жизнь стоит подробно рассмотреть. Как вы себя реализуете, в том числе, и как вы себя реализуете в качестве женщины, в качестве личности. Вот. Вот. Насколько вы уверены в себе, и насколько вы цените себя, насколько вы любите себя. Вот. То есть все вот это вот, все вот это вот нужно, конечно, рассмотреть. Вот. Ну, как правило, как правило, подобные проявления характерны для девочек, которые не пережили комплекс электро. Вот. То есть, которые испытывают такое влечение к отцу. Вот. Это, ну, любой ребенок через это проходит. Вот. И проходит, и как бы идет дальше. Вот. Ну, а вы, 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 вы может быть, не просили и застряли в этом комплексе, на этой стадии вы застряли, эом, ну, взросление. Вот. И свое нужное, вот, например, помочь, помочь пережить. Вот. Я думаю так, можно вам ответить на ваш вопрос, надеюсь что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, и если вы верующий человек, то можете ходить в церковь и поставить папу свечку, вот, попрощаться с ним, помолиться, если вы верующий человек. А если нет, то чуть-чуть вам уже нужно будет обращаться к психологу, вот, и разбираться с ним, в чем причина проблем по отпусканию отца. Так, понятно, что тяжело это все происходит, понятно, что определенные стадии должны пройти, но в любой потере. Вот. Ну, у вас нужно смотреть, нормально ли протекает стадия или нет. Например, если вы не позволяете себе выражать горе, никак вообще, да? Что в таком случае, возможно, такие вот неприятные моменты, ну или не неприятные, да, а поверегающие растерянность, вот. Вот. Тут это вполне возможно. Вот. И стыдиться, стыдиться этого, опять же, еще раз. Повторю, не стоит, не нужно, вот, потому что, ну, это нормально. Вот. Но с другой стороны, да, еще раз, вот, нужно, нужно, чтобы вы грамотно выражали свои чувства. Вот. Чтобы вы именно их выражали свои чувства. Чтобы не было с этим проблем. То есть, если вот вы хотите, эм, ну, выразить эти вот, да, если вам хочется, то спокойно выражать их. Вот. А если с этим есть проблемы какие-то, да, вот, то это, это вот повод, как раз для того, чтобы поработать уже и посмотреть, в чем проблема для вас. Вот. Вот так. Вот так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно. Вам, значит, желаю вам всего самого доброго и удачи. Смотрите. Спасибо. Продолжение следует...